Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и гости канала. Я закончил изготовление такого с лесарного стола для мастерской, и он получился настолько удачным, что я решил с вами поделиться. В принципе, это как бы два отдельных стола такой блочной конструкции, и благодаря этому открываются интересные возможности, которые можно применить в разных сферах. Таких как просто стол в разных позициях, чуть позже покажу как это можно делать. Это как леса для ремонта, скажем там, стен, потолков, тоже имеет разную высоту. И самое интересное, это эстакада для автомобиля, о которой я давно мечтал, и в итоге у меня получилась классная вещь. Я думаю, вы ее оцените. Значит, прежде всего, в такой вот компоновке стол имеет длину 2 метра, ширину 1 метр, высота 87 сантиметров. Это как раз та высота, на которой мне с моим ростом удобно работать. Вы же, повторяя конструкцию, можете варьировать эту высоту в зависимости от ваших нужд. Какой должен быть стол? Во-первых, он должен быть устойчивым, он должен быть надежным. И что самое интересное, он должен быть все-таки тяжелым. Если с первыми двумя позициями, я думаю, каждый согласится, то слово тяжелый, это как бы немножко некоторые будут считать неправильно. Но когда вы работаете, скажем, с молотком, и у вас очень легкий стол, при каждом ударе он у вас будет подпрыгивать, дребезжать, это будет неприятно, это будет неправильно. Поэтому, когда у вас тяжелый стол, вот эти все удары, они гасятся за счет массы самого стола. Поэтому стол получился довольно тяжелый. Вот эта одна половинка этого стола весит порядка, я думаю, 30-35 килограмм. Ну и вторая, соответственно, столешница весит 70 килограмм. Это уже хорошо. Можно использовать вот такой конвибрации, поставить его, скажем, в углу помещения и работать, скажем, вот такой позиции. Ширина 50 сантиметров вполне позволяет использовать его как стол, но он у вас будет занимать вот такое место угловое, что бывает удобно. Или же поставить можно по длине. Вот так вот выглядит он, если его выставить длину. То есть он имеет громадную длину, как для гаража, это 4 метра, при ширине тех же самых 50 сантиметров. Удобно работать, если вы будете заваривать какие-то очень длинные профильных труб или еще чего. Или просто поставить, скажем, под стеночку его в мастерской, чтобы он не мешал заехать автомобилю. И он будет служить, опять же, столом, на котором можно эффективно работать. Следующий вариант атакует, вариант низкого стола. Он удобен при, скажем, ремонте с какими-то крупными габаритными деталями, которые вы не хотите бросить в песок или там на бетон или в грязь. Здесь можно положить тоже дверитель в большой роман, и вы будете ходить удобно на ним работая. Также вы понимаете, что этот же стол можно составлять такими же частями, как вы и видели. При высоком столе можно поставить по длине, по дулу. Следующая функция этого стола, это его можно использовать при ремонте, скажем, в доме, покраска стен, штукатурка стен и так далее. Вот эти все подставки, они сделаны таким образом, что нет ножек, которые выпирают, и они имеют гладкую поверхность. Соответственно, их можно поставить на любую поверхность в доме, на пол, там, неважно, ламинат, паркет, и он не будет его царапать при работе, скажем, со стенами. Он имеет разную высоту, начиная от 45 сантиметров, и можно добавлять высоту. То есть, если у нас есть 45 сантиметров, мы можем поставить их в ряд, у нас получится 4 метра по длине вот таких вот подмостей. Вот вариант подставки, как можно использовать этот стол. Сейчас я вам, сейчас возьмем рулеточку. Значит, первая подставочка у нас была высотой 46 сантиметров. Также можно работать, скажем, на одном такой, на такой высоте. Это, в принципе, высота стола у нас 87 сантиметров. Или же еще два варианта есть. Это вот такая вот, метр тридцать два. И можно сделать два варианта вот таких вот высоких. И это будет, соответственно, 87 и 87. Это будет высота метр семьдесят четыре. Это максимальная будет высота. При этой высоте, я думаю, я смогу достать даже до вот такого вот у нас довольно высокого потолка. Это вариант вот таких вот строительных лесов. Вот самая вот такая вот полустокада выставляется таким вот образом. Ложатся наши стойки на бок. Высота их 40 плюс сам стол 6 сантиметров. Получается 46 сантиметров высота. Максимальная высота вот в этом месте до уровня земли. Это будет достаточно, чтобы заехать и удобно работать. Функция эстакады. Вот у нас стоит автомобиль. Открывается вот такой вот вид. Очень удобно. Машина видна практически до самого переднего моста. Но в то же время можно заехать передком. Можно заезжать на сам краешек. Это мы заехали посерединке. Но можно ехать по вот этому краю ближе сюда. Ничего не произойдет. Давай. Теперь о самой конструкции. Вот эти подставочки изготовлены с профиля 40-го. То есть 40 на 40. Нижняя важная часть, которая держит нагрузку, основную нагрузку при работе этого стола как стакада, изготовлена очень качественно. Здесь обрезано на машинке по 45 градусов и профессионально все заварено. Поэтому везде швы профессионально заварены, чтобы она имела прочную конструкцию и не сложилась в процессе эксплуатации. Поэтому вы при повторении должны учитывать это. Вот такой конфигурации при таком изготовлении эта стакада одержит любой автомобиль, легковой или микроавтобус. Также, как я говорил, здесь у нас гладкая поверхность, которая не портит поверхность пола, если и мы используем вот этот стол в качестве лесов. Вес вот этой конструкции порядка, я думаю, 10 килограмм. Сама столешница это 50-я доска. В данном случае сосна. Можно ставить более твердые и крепкие материалы. Дубы или еще что-нибудь, это уже не так важно. Здесь у нас 50-й уголок. Также все надежно сварено. И вот здесь вставлены две таких вот пластинки, для того, чтобы при работе как стакада эти уголки не разъехались и не было никаких аварий. Ну вот так вот. Как видите, конструкция простая. И легко ее повторить. Ну вот такая вот получилась интересная конструкция. Поэтому будет интересно услышать ваше мнение. Если кому понравилось, ставьте лайки. Если кто-то считает, что это ерунда, ставьте дизлайк. Я, соответственно, буду понимать, о чем идет речь. Подписывайтесь на канал. И я буду показывать вам много интересных вещей. До свидания. До свидания.